Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем чтение второго послания апостола Павла к Тимофею для библейского портала экзегет.ру. И на очереди третья глава второго послания. Апостол Павел пишет «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, нелицеприятны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, чем боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся». Начинает он с описания людей, какими они будут в последние дни. Надо сказать, что, как это часто бывает у апостола и как это часто вообще бывало у пророков, мы видим, что такие люди встречаются и в наши дни, и встречались прежде. И судя по всему, если и говорить о том, что это действительно сказано о последних временах, то речь может идти, наверное, о концентрации всех этих качеств у людей. При том, мы помним, конечно, что Христос говорит «скажут мир и безопасность», вот тогда пагуба. То есть иногда эти вещи могут не противоречить какой-нибудь общественной безопасности, могут не противоречить благополучию всеобщему, или, скажем, сначала люди будут таковы, а потом наступит мир и безопасность. Но дело не в этом, а в том, чтобы посмотреть на само нравственное состояние этих людей и задуматься, конечно, о том, как живем мы. Итак, апостол говорит, что времена будут тяжкие, можно даже перевести как «жуткие» дословно это слово, то есть очень-очень тяжелые времена. В чем же будет их тяжесть? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Ну и самолюбие, и сребролюбие мы понимаем, что и во времена апостола были, такие люди встречались, можем вспомнить, как он говорит, что сребролюбие есть идолослужение, таких людей тоже довольно много. Хвастуны – это вот как раз то, что в русском переводе, в синодальном переводе обозначено словом «гордые». Дальше надменные, надменные, богохульные – это то, что переведено как «злоречивые». Далее идет в отношении родителей. Родителям непокорные и неблагодарные. То есть люди не только будут ощущать, что они сами лучше знают, чем родители, но еще и будут им неблагодарны за то, что родители для них сделали. Казалось бы, что непокорство детей – это довольно частая и, может быть, вообще испокон века существующая проблема. Все помнят, допустим, роман «Отцы и дети», в котором был конфликт отцов и детей. Можно вспомнить переживания даже древнегреческих авторов, которые говорят о том, что молодое поколение не соответствует тому, чем оно должно соответствовать, что люди живут безнравственно и плохо. И все же, вот что интересно, непокорство родителям и особенно такой скепсис по отношению к их опыту, к опыту прежних поколений, он существует не так давно, возник не так давно. И связан он с научно-техническим прогрессом. Когда вдруг ситуация, в которой отцы и дети испокон веков пользуются одинаковыми средствами, например, обработки земли, обработки кожи, сельскохозяйственными какими-то средствами, средствами письма и прочее, ведь это просто десятилетиями и даже столетиями не меняющиеся формы, которые существовали. И вдруг, благодаря научно-техническому прогрессу, я здесь не хочу как-то говорить, что это плохо, развитие науки и прочее, ни в коем случае, но просто такова логика событий. Благодаря научно-техническому прогрессу, прежние поколения, поколения, которые привыкли к чему-то более простому и менее научно обусловленному, технически обусловленному, они начинают восприниматься новыми молодыми поколениями как отсталые и чего-то непонимающие. То есть, если, допустим, развитие медицины, развитие техники, молодое поколение знает что-то лучше, старое поколение учили по-другому, это сразу же рождает в человеке скепсис по поводу всего опыта, вот что поразительно. Речь не идет о том, что я учился позже, и меня, может быть, научили лучше, каким-то более новым и современным средством, но это не значит, что, например, тот, кого учили прежде, меньше разбирается в вопросах добра и зла, в вопросах эмоционального какого-то, скажем, правильного поведения, в вопросах веры, нравственности вообще. То есть, он, может быть, лучше разбирается в чем-то другом, в чем не разбираюсь я, меня этому не научили. Но вот так получилось, что этот разрыв между прежними поколениями и новыми поколениями, он обострился, он, конечно, всегда существовал, вот именно в виде непокорства, но он очень сильно обострился именно благодаря развитию науки, техники, медицины и всему прочему. И вот эта уловка, в которую мы попадаем, она очень опасна, потому что, считая, что все новое — это что-то лучшее, оно ведет к более удобной, безопасной и счастливой жизни, мы как будто бы обесцениваем вообще весь опыт прежних поколений, при том, что опыт поколений не сводится к обработке земли, лечению болезней или, скажем, производству каких-то материалов или средств для жизни. Опыт — это опыт межчеловеческих отношений, это опыт отношений человека и Бога, это опыт вообще отношения к миру. И в этом смысле, конечно, христианская традиция, которая предполагает, что техника, наука, медицина развиваются своим чередом, но опыт прежних поколений важен, потому что он вообще не затрагивается ни наукой, ни техникой, ни медициной, ни чем-то подобным, да, он важен. И вот апостол, он как раз говорит, родителям будут непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные. Вот мне кажется, что если в широком смысле рассматривать вообще понятие традиции, да, и понятие родительства, речь идет именно об этом. Христианство все-таки предполагает вдумчивый и любящий подход. Подход любящий, конечно, любящий всех, да, мы проповедуем любовь ко всем, но вот такое уважение, доверие, некоторое послушание прежним поколениям, это то, от чего сегодня, к сожалению, мир отходит, смотря на прежнее поколение сверху вниз. И вот мы видим, что в христианстве все-таки такого нет, есть некоторая преемственность, и это очень важно. Далее, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, или как в другом переводе можно посмотреть, бесчувственные, непримиримые. Дальше клеветники, казалось бы, клевета. Это вещь, ну, очевидная, да, клевета во всех обществах воспринималась как грех, как серьезная проблема, с которой нельзя просто так мириться, если человек клевещет на другого. Но сегодня мы видим, насколько девальвирована правда. То есть все кричат о правде, все говорят о том, что правда важна, и при этом правды практически не найти, потому что каждый высказывает некоторую свою правду, которая ему удобна, умалчивая одни факты, подчеркивая другие факты, при том, что в первую очередь мы должны стремиться к правде Божией. То есть не выбирать какие-то факты, которые нам удобны, а смотреть на то, как это могло бы быть оценено, рассмотрено с точки зрения Божией. Невоздержанные, ну, понятно же, что несдержанные и невоздержанные люди — это люди, которые не научаются главному, они не научаются умению владеть собой. Главному в аскетическом смысле. Конечно, само все умение владеть собой ничего человеку не дает, если дальше нет цели. Вот здесь очень опасно подменить цель и средства. Вся аскетика, какая у нас есть, да, все наши аскетические усилия, постные, молитвенные, любые другие, представляют собой средства. Средства для цели. Цель — любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к миру, правильная любовь к самому себе. И здесь, конечно, всегда надо понимать, что усилия прикладываются, вообще они могут быть осмыслены правильно именно в контексте цели, в контексте главного. Невоздержанные, жестокие, или можно перевести грубые, да, и нелюбящие добра. То есть вот все это их состояние, оно в итоге приводит даже к тому, что человек просто не любит добро. Вот одно дело сказать «человек добрый» и, например, «человек злой». Ну, мы можем быть злыми, мы злимся, выходим из себя, раздражаемся, там, как-то не соглашаемся с кем-то. Но при этом редко можно найти человека, который, можно сказать, что он любит зло, да, или не любит добро. Все равно все как-то так, как нам кажется, стремятся к добру, стараются быть добрыми. Не всегда получается, но в целом ценность добра в мире, очень как бы очевидно, да, вот апостол Павел говорит, будут люди, которые будут именно не любить добро. Они будут предателями, они будут, здесь говорится, наглые, дословно такие пробивные, то есть люди, которые достигают целей, несмотря на средства, которые приходится использовать. напыщенные, да, то есть такие люди, которые ставят себя выше других, и, естественно, они, и наглость с этим связана, несомненно, потому что человек, который вот ставит себя выше другого, он уверен, что его представления, его понимания, его цели, его нужды, они, в общем, в первую очередь оказываются важны. И, значит, дальше, более сластолюбивые, чем боголюбивые. Ну вот человек, он всегда выбирает, выбирает, что оказывается главным его жизнью, вот как говорится в Евангелии, единым на потребу. Вот если для нас единым на потребу оказывается Бог и Божие, вся наша жизнь выстраивается под этот акцент, под это ударение, под этот наш выбор. И напротив, если мы выбираем себя, выбираем свой комфорт, выбираем свои цели, все выстраивается под вот эти неправильные взгляды, и все искажается в нашей жизни в итоге. То есть человек, который ставит страсти выше Бога, он в итоге все равно понимает, что жизнь его, что он прожил жизнь не так, как нужно. Вот такое, если можно сказать, некоторые, не послевкусие, да, но само ощущение бывает уже во взрослом возрасте, в старости. Мы вот видим, например, в Священном Писании есть праведники, которые умирают, присветившись днями. То есть они прилагаются к отцам своим, и они понимают, что они правильно прожили жизнь. И как часто бывает, человек смотрит на свою жизнь, оборачивается, да, и понимает, что он неправильно расставил акценты, что он все время чего-то хотел, к чему-то стремился, но счастливым по-настоящему он так и не стал. На самом деле подлинное счастье, оно в исполнении воли Божьей, только вот в этом исполнении и возможно. И дальше очень интересные вещи, говорит апостол. Вот мы, услышав все эти слова, самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, клеветники и так далее, в общем, жуткие времена, как говорит апостол вначале. Казалось бы, ну это какие-то перед нами монстры просто, то есть люди, которые вообще, с которыми невозможно рядом жить. Но апостол дальше пишет, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть и все, что сказано прежде, оказывается внутренним состоянием. Это не просто какая-то шайка разбойников, про которую так все понятно. Ты вот смотришь на человека, который явно выбирает зло, явно не любит добра, явно грешит. И ты понимаешь, ну такой человек это его выбор, вот он так выбрал, так живет. Но ты понимаешь, кто перед тобой. Ты можешь не сходить к нему в такой жалости, в том, к чему Христос нас призывал, грешников любить и ненавидеть грех, но ты, по крайней мере, понимаешь, о чем речь. А здесь апостол говорит, имеющие вид благочестия, то есть внешне очень хорошие люди, вполне порядочные, носящие правильные одежды, говорящие правильные слова. А силы его, то есть силы благочестия, отрекшиеся, это вот как раз то, о чем мы прежде говорили. Есть средства, есть цель. Внешние формы благочестия, средства, внутреннее содержание, цель. К чему, ради чего все это применяется? И вот этой силы, то есть сути, содержания люди отрекаются. Есть такое понятие сознательность, когда мы вдумчиво, глубоко проникаем в суть вещей, и мы задумываемся над тем, как все должно быть на самом деле. Мы подходим сознательно к тем или иным процессам, к тем или иным формам, и задумываемся, работают они, не работают, как сделать так, чтобы они лучше работали. И вот такой человек, человек, который внешне праведен, а внутренне греховен, он часто попадает в такую ситуацию не то, чтобы сознательно, что вот он специально каждую из этих страстей, из этих грехов, каждый выбирал. Нет, просто он несознательно, бессмысленно воспринимает некоторые формы, а грех не дремлет, и он постепенно затягивает его в свои лапы, и такой человек, внешне оставаясь благочестивым, внутренне просто выхолощивает суть христианской жизни, и поэтому превращается вот в такого, о котором апостол Павел подробно сейчас говорил. Что же дальше? Интересно, что апостол говорит. Таковых удаляйся. Ну вот у нас сегодня очень часто люди считают, что если кто-то рядом ведет себя не так, то обязательно надо его наказать, обязательно надо что-то такое жесткое с ним сделать, чтобы неповадно было. И, конечно, мы все понимаем, что преступников действительно надо окорачивать, их надо останавливать. Но вот апостол Павел говорит о людях, внешне благочестивых, которых ты не накажешь за какое-то явное преступление. И что он говорит? Таковых удаляйся. Он не говорит, пытайся их как-то исправить, говори с ними постоянно им что-то, хотя дальше он будет и об этом говорить тоже, но вот в первую очередь отвращайся, удаляйся, потому что ты понимаешь, что ты, если будешь их другом, да, ты внутренне, даже если ты это сделал вынужденно, ты постепенно внутренне согласишься. И в итоге через какое-то время начнешь кивать, поддакивать и соглашаться с тем, с чем с самого начала ты, от чего с самого начала ты просто в ужасе отшатнул себя. Далее апостол пишет, к этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Вот тоже очень интересно, да? Ну вот к этим принадлежат те, кто развращают, обольщают женщин, это более-менее понятно, развращенная жизнь. Но дальше он говорит, очень интересно, да? Всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. То есть, казалось бы, внешне эти люди постоянно говорят об истине, постоянно говорят правильные слова, а внутренне сами научиться не могут. Что значит всегда учащиеся? То есть они всегда стараются, стремятся внешне научиться, но так как внутренне согласия на это они не дают, выбор все равно остается на стороне греха, они ничему и не научаются. И мы очень часто сами про себя понимаем, что мы, например, стараемся победить какой-то грех, да, чему-то научиться, молитве, скажем, да, или там какой-то праведной жизни. И нам кажется, что мы все прикладываем, все усилия, и должны вот уже достичь цели, почему-то не достигаем. Не достигаем потому, что внутренне не даем на это согласие, нам это не нужно, потому что когда мы внутренне даем на это согласие, когда мы внутренне стремимся, Господь нас на этом пути всегда поддерживает. Как и они, и Иоанврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вот дословно здесь непригодные в вере. То есть это не люди, которые не смогли чего-то понять. Вот пришли и сказали, у вас такая сложная триодология, или такая сложная христология, или так сложно понять, как выстроить на самом деле внутреннюю иерархию такой чувств, мыслей. Нет же, дело не в этом, а в том, что просто люди не приложили сознательно к этому усилию, не выбрали правильный путь. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, и с теми, как и с теми случилось. То есть в итоге такие люди не победят. А ты последовал мне в учении, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, любви и терпении. Вот очень важно, что апостол последовал, во-первых, последовал, Тимофей последовал за учением, потом поведением, конкретными поступками, здесь написано в синодальном переводе, в жизни, но вот здесь поведением можно перевести. Дальше намерением, да, или расположение, в расположении. То есть когда человек становится христианином, он вектор всей своей жизни разворачивает в нужном направлении. Это не просто какие-то отдельные слова или какие-то отдельные поступки. Расположение, то есть вектор, к чему ты направлен внутренне. Ты, конечно, Тимофей последовал апостолу в вере, в великодушии. То, что на самом деле можно перевести как долготерпение. То есть когда ты, ну вот мы говорим, да, нужно относиться к другим великодушным. То есть прощать, терпеть. Такая широта души должна присутствовать. Не мелочиться по поводу тех или иных поступков других людей. Быть внутренне щедрым по отношению к ним. Как Бог оказывается щедрым по отношению к нам. Мы, по крайней мере, надеемся на это, да. И вот мы должны проявлять такую же щедрость. И вот эта щедрость внутренняя, она очень часто связана с долготерпением. Когда мы носим тяготы ближних в любви, в стойкости, говорит апостол, в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохии. И, конечно, вот такая жизнь Тимофея, она в итоге приводит к испытаниям. Как и апостола она привела к испытаниям, так и Тимофей сам, да, приходит к испытаниям. Потому что в итоге учение, жизнь, расположение, вера, все это приводит к гонениям, к страданиям, потому что такой человек оказывается неудобен миру всему, неудобен миру, который живет во грехе. И апостол говорит о страданиях, которые постигли меня в антиохии, иконе, илистрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Далее апостол говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Страшные слова, в которых апостол на первый взгляд довольно категоричен. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. То есть нет ни одного человека, который так или иначе не был бы гоним, если он хочет быть благочестивым. Но как же так, если мы знаем буквально столетие спокойной христианской жизни в Византии? Да, там были споры, богословские споры, но в целом гонений на христиан не было, там десятилетиями, иногда столетиями. В Российской империи тоже столетиями буквально христиане жили спокойно и благочестиво. О чем же говорит апостол Павел? В первую очередь он не имеет в виду гонения, такие, какие устраивали древнеримские императоры. Речь идет о самих обстоятельствах жизни, речь идет о том, как воспринимают тебя окружающие. Если ты хочешь жить действительно по-христиански, мир, который возле лежит, всегда будет восставать против тебя. И всегда ты будешь гоним, если не буквально какой-то государственной властью или кем-то еще, если власть христианская, скажем, да, или по крайней мере держит нейтралитет, и христиан не трогает за то, что они христиане, то сами по себе обстоятельства жизни и люди окружающие, они в итоге не смогут терпеть рядом с собою подлинного христианина. Хотя, с другой стороны, да, эта же христианская жизнь может их просвещать, может их умерять и даже может приводить их к вере, как, собственно, и получилось. Как, например, внешние гонения закончились благодаря тому, что христиане не боялись этих гонений, а все равно продолжали жить по-христиански, все равно продолжали соблюдать заповеди. Так и здесь, да, как говорит преподобный Серафим Саровский, «Стяжи двухмирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Если ты не будешь бояться этих гонений, но будешь жить благочестиво во Христе Иисусе, то и гонения эти, они не только тебе не пойдут во вред, но могут пойти на пользу самим гонителям. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Казалось бы, злые люди, если уж они вводят в заблуждение, понимают, о чем идет речь, понимают, к чему они ведут остальных людей. И тогда почему же они заблуждаются? А они заблуждаются на более глубоком уровне. Они заблуждаются, думая, что у них все получится, что удача у них в кармане, что они всех перехитрят, но в итоге сами заблуждаются, потому что Бога невозможно перехитрить. Поэтому апостол пишет Тимофею «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». То есть понимаешь, что научен самим апостолом. «При том, что ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Конечно, апостол Павел, когда он писал это письмо, не имел в виду свой текст собственный. Да, как сегодня мы считаем этот текст священным писанием, на самом деле, конечно, это священное писание, и такова традиция церкви, но сам апостол имеет в виду ветхозаветные тексты, и он, несомненно, видит, что они говорят о Христе. Поэтому он и говорит дальше. «Все писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот он употребляет здесь, в этих словах, очень важные понятия, например, такое, как Бог вдохновенность, что предполагает, что Бог своей волей, своим некоторым промыслом направлял людей, которые писали эти послания. При этом иногда у ученых возникают разного рода сомнения в тех или иных событиях, скажем, попытки совместить какие-то внутренние противоречия и вообще вопросы, почему, допустим, одни и те же события могут быть изложены по-разному. И вот здесь церковь никогда не утверждала, что, скажем, как писание некоторых других религий, что эти тексты, они от А до Я написаны непосредственно самим Богом, и что апостолы, как медиумы, просто это проговорили и записали, и все. Нет, мы прекрасно понимаем, что писания были созданы в некотором богочеловеческом соработничестве. И один человек, например, Лука, да, пишет, евангелист Лука пишет, что он старательно выстраивал все по хронологии, что он специально изучал разные предания, которые были устными и существовали к тому времени. Мы знаем, например, что он как художник или как врач, мы знаем, что он был врачом, употребляет некоторые термины, которых просто не употребляют другие апостолы, термины специфические, врачебные. Это значит, что в первую очередь, когда мы говорим о Богодухновенности, мы имеем в виду безошибочность в вероучительном и нравственном смысле. То есть, понятное дело, что мы воспринимаем священное писание как исторический источник. Понятно, что мы воспринимаем его как истину. Но в первую очередь, это истина о Боге, это истина о вере, о человеке, это истина о том, как человеку достичь Бога, как ему спастись. Если мы так будем смотреть на священное писание, какие-то внешние противоречия, или даже какие-то такие ситуации, в которых явным образом, например, нас что-то будет смущать, не будут смущать нас в действительности, потому что мы будем понимать, вот это писал человек, которого Бог так внутренне настроил, которому он так сообщил весть, что она безошибочна в вопросе веры и нравственности. И человек, который будет опираться в вере и нравственности на священное писание, он будет совершенным, ко всякому доброму делу приготовлен. Дай Бог, чтобы и о нас тоже, хотя бы отчасти можно было так сказать, чтобы мы тоже стремились быть совершенными Божьими людьми, чтобы мы готовились к добрым делам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok